Еженедельно мы проводим наши недельные планировки по строительству по всем объектам. И любое совещание начинается с техники безопасности. Сколько происшествий здесь? Это стандартно завели. И такое же отношение на наших торгах, когда мы стараемся эти вопросы делать приоритетами. Несмотря на сложную и конвенциальную ситуацию, самое главное, мы сохранили уровень инвестиции. У нас основной капитал, если я не желаю, это 640 миллиардов рублей. Мы считаем, что благодаря нашим крупным компаниям, нефтяники, нефтехимики, энергетики, все проекты у нас в работе. Пока мы не только не останавливаем, у нас есть проекты, которые мы в ближайшее время приступаем к реабилитации. И, конечно же, здесь я еще раз хочу поблагодарить за нашу слаженную и согласованную работу с нашими коллегами. Такое отношение к вопросу промышленной безопасности, которое наблюдается в Республике Татарстан, это не влияет на плане лидера ее лично. Потому что республика перенасыщена, я бы сказал, объектами высокой степени опасности. И отношение к вопросам промышленной безопасности, это, в первую очередь, отношение к людям, которые живут и работают. Сейчас вопросы промышленной безопасности и отношения к ним, они несколько повышаются, что называется, внимание к этим вопросам. Действительно, что денег в странах становится меньше, а вложения, связанные с обновлением фондов, с ремонтом, тоже возможности сужаются. Поэтому внимание к этим вопросам нужно увеличивать и опасность увеличивается. И случайно, когда получили поручение от Владимира Владимировича, получили об этом документ, который называется основой государственной политики и области промышленной безопасности. Президент Республики Тарстана Руслан Горячий Мениханов и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Владимирович Алешин отписывают соглашение о взаимодействии между правительством Республики Тарстан и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Спасибо.